Доброе утро, уважаемые трейдеры! Доброе утро, уважаемые трейдеры! Для российского более-менее молодого рынка таких временных рекордов мы еще не оставили, но все-таки вы сами все прекрасно видели, особенно если спекулируете определенными инструментами и активами российского фондового рынка, потому что потери были существенны. Ну, давайте не будем далеко отходить тогда от российской фонды. Я хочу отметить то, что новостной фонд, который привел к тем распродажам, которые и случились, на мой взгляд, ни к чему другому, в принципе, привести не мог. Потому что речь идет не только о новом витке эскалации напряженности отношений России с Западом, это через новые санкции, которые, правда, поступили в силу еще в конце прошлой недели, но сейчас их трактуют несколько иначе. Если раньше рынок только опасался того, что в отношении России физических и юридических лиц могут быть приняты эти санкции, сейчас речь идет о совершенно других рисках, опасениях. Речь идет о рисках, которые предполагают уже исключительно негативные последствия и серьезные прямые потери финансового характера, которые понесет, разумеется, российский бизнес. И мы, оценивая, опять же, динамику Русала, вы сами прекрасно видели, насколько негативным новость, которая была связана с вводом, собственно, санкции в адресах Олега Дерипаска, насколько эта новость стала разрушительной, в принципе, для капитализации всей компании. И сейчас, друзья, на рынке очень серьезно и активно обсуждают тему того, что будет с российской пандой, с рублем дальше. Это вопрос, на самом деле, очень интересный, очень большой. Мы с вами, кстати, сделали цель гораздо быстрее по рублю, чем планировали. У нас был рассроченный ориентир 60 рублей за доллар. И мы рассчитывали сначала увидеть серьезное ослабление цен на них. Но в итоге именно санкции, которые все-таки стали более, скажем, новым, новостным фондом, прошу прощения, стали причиной тех распродаж, которые и случились. При этом нефтянка, как вы прекрасно видите, держится на довольно высоких ценовых значениях. В принципе, если далеко не отходить от нефти, сейчас мы с нового приближаемся к сопротивлению 70 долларов за баррель. Ну и, разумеется, тем хуже для российской экономики, потому что то, что происходит сейчас в плане негатива, который разворачивается в национальной фондовой секции, то, что происходит с рублем на фоне высоких цен на нефть, мягко говоря, настраивает не на самые радужные ожидания, которые связаны с тем, что будет с российским рынком, если еще и просядет нефти. Я думаю, что ответить на этот вопрос будет очень трудно. Самое главное, друзья, вам нужно просто придерживаться позиции того, что российский фондовый рынок, возможно, сейчас находится в остале формирования полноценного нисходящего движения. Что будет с рублем? Я уверен, что даже с учетом актуального новостного фона более чем достаточно, чтобы сейчас торговать только через покупки валютных конкурентов против, соответственно, рубля. И ставить то, что за планкой 60, которую мы уже, собственно, протестировали, закрепились выше, будут уровни 63 и 65. Это не то, чтобы какое-то негативное отношение к российским реалиям, это обычная здравомысль, друзья, потому что иначе, собственно, другие прогнозы, с учетом того, что сейчас происходит, обозначать, в принципе, невозможно. Мы говорим только о санкциях, а если дадут ход дел, которые предполагают еще то, что США якобы нашли доказательства того, что сирийские правительственные войска применяли химическое оружие под Дамаском, это значит то, что косвенно под ударом окажутся те страны, которые поддерживают сейчас политический режим Сирии, это, безусловно, Иран и Россия. Я думаю, что худшие времена, они, к сожалению, только впереди. Поэтому по рублю я считаю, что если вы не выставляли, скажем, профильные ориентиры по паре доллар-рубль, может быть, вы торгуете еще и против европейской валюты, нужно держать эти позиции, потому что уверен, девальвация политической валюты продолжится. А если мы еще к этому сможем приручить и снижение цен на нефть, тогда, думаю, что уровни будут постепенно стремиться к некоторому подобию тех экстремов, которые мы наблюдали в далеком 2014 году. Кстати, вот на российском рынке вчера были зафиксированы рекордные показатели. Совокупная проторговка 150 миллиардов рублей – это исторический максимум по индексу, по, скажем, московской бирже. И, может быть, те, кто следит за новостями, знают то, что в момент, скажем, наплыва большого количества заявок о ордерах возникли серьезные проблемы с инфраструктурой, в результате чего основные платформы, с которыми насуществлялось взаимодействие трейдеров и, по сути, брокерские компании, Квик, одна из них, испытывали серьезные проблемы. Это явно такое скопление ордеров вскрыло эти инфраструктурные проблемы, поэтому я советую вам сейчас держаться пока подальше от тупого Квика и все-таки больше делать акцент на альтернативные платформы, которые, разумеется, традиционно относятся и всем известные МТ-4, МТ-5, которые наверняка вы используете для вашей спекулятивной деятельности и торговли. Ну, давайте теперь перейдем плавно к нефтянке, которая пока что развивает восходящее движение. Я думаю, что это восходящее движение, как и раньше, будет недолгим, потому что попытка найти основную причину локального улучшения настроения приведет нас лишь к тому, что кто-то предположил, что ситуация, которая раньше вышла на новый виток, скажем, эскалации напряженности между США и Китаем, а сейчас снова смягчилась и геопатическая напряженность снижается. Эти выводы трейдеры делают и инвесторы после очередного твита Трампа о том, что он абсолютно уверен в том, что удастся регулировать с Китаем все спорные моменты. Ну, а даже если и не так, то лично он с Хаси Цзиньпинем, который славляет, собственно, Китай, сохранит дружеские отношения. Друзья, ну, согласитесь, это явно не тот комментарий, который мог бы использоваться нами, железобетонно, так, чтобы объяснить, почему нужно отказаться от идеи потенциальных рисков для мировой экономики из-за вот этого торгового противостояния, и все-таки поверить в то, что мировая экономика будет расти и в связи с этим обозначать высокие показатели спроса на углеводороды. Я этой причины сейчас не вижу. Я не вижу оснований, чтобы говорить вообще в пользу росточной нефти. Более того, я предлагаю вам иметь в виду по-прежнему работать все еще актуальным самотельным риском, что ситуация может ухудшиться. И это ухудшение ситуации снова будет приводить к появлению на рынке разговоров о потенциальных проблемах для мировой экономики. То есть это негативный фактор для, соответственно, котировок нефти. Мы видим и верим в то, что в ближайшее время должна оклематься американской валютой. И произойдет это так быстро, как у рынка появится возможность все-таки больше не обращать внимания на факт эскалации напряженности между Китаем и США. И рост доллара окажет дополнительное давление, собственно, на нефтя. У нас есть с вами статистика. Большое спасибо очередному отчету Baker Hughes, нефсерстной компании. Очередной рост количества терминалов плюс 8 единиц. Мы наконец-таки перевалили с вами за юбилейную цифру 800 единиц. Это максимум с марта 2015 года. Рост дальше будет сопоставимым. Я не сомневаюсь, что мы очень быстро сможем добраться до показателей 850 платформ. Напоминаю, что Baker Hughes это статистика, которая является оближающим индикатором роста активности американских производителей нефти. Ну и разумеется, друзья, чем больше будет платформы, тем больше нефти будет добываться. И тем больше у нас вот этих временных отрезков недельных, когда штаты переписывают максимуму. По добыче прошлой недели не было исключения, мы уверены, что завтра, когда мы будем разбирать отчеты от администрации политической информации, в штатах будет запрессировано очередной рекордный показатель. И это тоже нужно использовать, чтобы оказывать соответствующий прессинг на нефтянку и отыгрывать через короткие позиции. Поэтому, если вам не кажутся эти аргументы стоящими, чтобы поддерживать короткую позицию, вы праве купить. И не знаю уж на что вы будете рассчитывать, на 70 и может быть еще выше. Но я все-таки считаю, что нужно быть больше на рейсах по фундаменту, как и раньше. Больше верить в то, что будущее у нефтянки не самое радужное. Доллар, японская иена. Кстати, мы еще активно разбирали то, что происходит с долларом сейчас. В целом, трейдеры не могут до сих пор определиться, как действовать по американской валюте дальше. Потому что, с одной стороны, хочется отыграть статистику, довольно неплохой. С другой стороны, опасно, потому что есть вот эти геопатические риски. И в целом, можно сказать, что доллар сейчас остается под давлением именно вероятной эскалации напряженности между США и Китаем. И доллар может еще испытывать давление со стороны неоднозначных данных по американскому рынку труда. Но здесь я сразу же делаю ремарку в пользу того, что данные не такие уж и неоднозначные. Более того, я советую, как и раньше, ставить на один и единственный отчет. И анализировать только его. Это динамика роста зарплатных планов. Соответственно, если мы обратим внимание на те цифры, с которыми мы работали, соответственно, на первенницу, зарплаты выросли на 0,3% лучше, чем месяц назад, точнее, два месяца назад. И поскольку индекс потребителя, точнее, данные по этому отчету являются сигналом и опережающим индикатором просто инфляции, соответственно, у нас есть с вами очень мощные основания настраиваться на сильные данные по индексу потребительских цехов. То есть этот отчет мы ждем с вами уже завтра. И я надеюсь, что он не рачирует и сможет все-таки поддержать курсы американской валюты. Еще одна причина, которую нужно отыгрывать, это и последний комментарий Джерома Пауэлла, тоже, кстати, они приурочены к его выступлению в пятницу, где он снова подтвердил, что американский регулятор остается на пути постепенного повышения процентных ставок. Текущая экономическая конъюнтура, то есть он имеет в виду статистика и данные, которые мы получаем, соответствует прежним предположениям о том, что ставки нужно повышать. ВРС действительно будет увеличивать и разгонять процентные ставки, потому что такие действия позволяют избежать перегрева экономики. И добавлю просто, что для Джерома Пауэлла очень важным индикатором является все-таки инфляция, которую он анализирует через данные по росту заработных плат. То есть я уже отметил, что у нас есть прогресс по росту доходов домохозяйств. Если мы получим еще позитивный отчет по инфляции, тогда сам Джером Пауэлл в ходе своего следующего выступления пресс-конференции в следующем месяце вернется к вопросу готовности американской экономики к сразу нескольким повышениям ставки до конца этого года. Это будет более чем достаточно, друзья, чтобы мы с вами по-прежнему верили в курсы американского доллара. И еще я хочу отметить, что сегодня довольно важное событие, потому что сегодня, собственно, форум азиатский на острове Хайна, он начался еще сутки назад. Но почему сегодня день интересен? Потому что сегодня выступает как раз весь Син Цзиньпинь, который, безусловно, вернется к вопросу о текущем торговом противостоянии с Соединенными Штатами Америки. И я продолжаю рассчитывать, настаивать на его все-таки прагматизм и, соответственно, улучшение геополитического фона, то есть мягкие комментарии могут оказать дополнительную поддержку курсу доллара, потому что снимут с рынка риски напряженности. Поэтому сейчас очень хорошие условия для того, чтобы доллар покупать, в том числе и против иены. Но, возможно, действовать с текущих уровней не нужно. Я еще вчера отметил в качестве отложки ордер Байлимита с отметки 106.50. Соответственно, этот ордер актуальный сейчас, вчера он не сработал. То есть в случае отката по факту влатильности, собственно, ордер может включиться в игру, и мы окажемся уже с вами в длинной позиции. По фунту против доллара сегодня тоже у нас очень важный день, потому что буквально через несколько часов состоится выступление одного из голосующих членов Банка Англии, Халдена, который традиционно является сторонником проведения более жесткой монетарной политики. Для британцев у нас и без того сейчас довольно много причин, почему фунт нужно покупать. Во-первых, это и довольно неплохие данные. Это прогресс по Брэкзиту. Не забывайте про двухлетний переходный период до конца, получается, 20-го года. Не забывайте, что мы с вами ждем майское заседание, которое будет уверен результативным для Банка Англии, поскольку именно в мае, в ходе этого майского заседания ставки действительно могут быть подняты. Но сегодня я делаю локальную ставку на господина Халдена, жду, что он поддержит наше с вами настроение в отношении правильное, оптимистичное настроение в отношении британской валюты. Тем самым фунт с текущих уровней 1.41.20.30, магненно из фунтов ошибаться, продолжит восходящее движение и будет претендовать уже на отметку 1.42.50 и выше. Наша с вами суперкрутая цель, поэтому дают активы в 1.45. Евро против доллара находимся. Мы сейчас с вами в сделке. Собственно, продали мы с уровня 1.23.10. Небольшой минус сейчас по паре. Хочу отметить, что по европейской валюте, по ха-ха, вчерашних отчетов все довольно плохо, потому что мы вчера разбирали отчет по торговому балансу. В частности, это данные по экспорту Германии, который просел на 3.2% против снижения на минус 0.5% месяцем ранее. Соответственно, если снижается экспорт, даже увеличился и импорт, то есть снижается положительная сальда торгового баланса, профицит торгового баланса, это все задатки для более скромных показателей экономического роста. Я, собственно, готовлю вас к этому уже довольно давно. Индекс доверия с Энтикс тоже просел с 24 до 19,6 пунктов. И еще у нас было несколько важных пресс-конференций. Это Драги, который отметил, что на текущем этапе нужно проводить крайне осторожную монетарную политику без ненужных необдуманных решений. У нас было выступление еще и заместителя главы ЦБ Констанцию, который отметил, что рано сворачивает программу количественного смещения. И у нас была еще и пресс-конференция главного экономиста Европейского центрального банка Питера Прата. Где мы в очередной раз услышали о том, что без низких процентных ставок и без программы количественного смещения обойтись не удастся. И инфляция остается подарной. Поэтому, друзья, нам стоит только дождаться, когда восстановится доллар. А рисковые инструменты, они и так уже достаточно полны, скажем, вот этим багажом фундаментальных данных, который будет выступать для них якорем и целым пудом камней, способных потянуть их вниз. Поэтому ждем, собственно, от слабости европейской валюты. Доллар канадец. Вот, кстати, по доллару канадца вчера у нас были самые интересные движения. Больше, чем на фигуру, если брать локальный минимум, пара снизилась. Это не то движение, на которое мы рассчитывали. Потому что мы, если не на рост доллара ставили, то, по крайней мере, на коррекцию нефтянки. Но, к сожалению, ни там, ни там. Собственно, пока выиграть не смогли. Думаю, что в отсутствие комментариев относительно переговоров по НАФТО, которых не было вчера, мы можем связать укрепление канадца только с ростом котировка нефти. Но, опять же, я начинал брифинг с того, что вижу потенциал для снижения нефти. Я коснулся уже и перспективы доллара, поэтому считаю, что у канадца, у пары доллар канадец, есть шансы, чтобы развернуться. Я пока в длинной позиции, и, честно говоря, выходить из этой валютной пары пока не буду. Австралийцев против доллара 0,7729. Друзья, мы основывали с определением 0,77 на локальной слабости доллара. Других причин не было для того, чтобы австралийца вырос. Поэтому его, как получить сейчас текучее, тоже довольно шаткое. 0,77 я рекомендую использовать для того, чтобы занимать короткие позиции. Это сделка, которым уровень уже оправдал себя не раз. И думаю, что вряд ли мы сможем прорваться гораздо выше от текущих значений. То есть по новозеландцу, по австралийцу тоже держу короткие позиции. Ну и из важных событий сегодня, друзья, ждем выступления господина Халдена, представителя банка, и ждем поддержки для мобилитации. Также в 15.30 выйдет отчет по индексу цен производителей. Это важный отчет, который может пролить определенный свет на завтрашние данные по инфляции. То есть можно провести параллель. Когда мы анализируем, например, non-parm parallels, мы обычно подходим к оценке того, какие цифры могут выйти, через анализ данных от ADP. И по индексу цен производителей, это как раз тоже компонент, влияющий на показатели инфляции. То есть к завтрашнему индексу потребительских цен мы подходим вооруженными, уже после того, как выйдет сегодняшняя лезь, теми данными, которые либо поддержат ожидания по росту инфляции, либо на просе 20 месяцев. Посмотрите на прогнозы, вы убедитесь в том, что сегодня ожидается прирост, а поэтому у доллара есть локальный катализатор для движения. И все будет нормально, если Трамп опять не наломает дров, и если сегодня Китай не решит проводить аналогичную по масштабам и встречным мерам политику ограничений уже для производителей США. Если все-таки мы получим подтверждение того, что Китай и США являются сторонниками того, что нужно вести переговоры дальше, и нужно идти на взаимные уступки, удовлетворять взаимные требования, то тогда геополитические риски с рынка уйдут, и мы снова сможем с вами сфокусироваться на экономической политике, которую мы с вами используем в наших прогнозах долгосрочных и в нашем фундаментальном анализе. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся мы завтра с вами, как и всегда, в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через поисков. Всего доброго. До свидания.